Дальше говорит Имам Аль-Барбахари Так вот, знаете, что из Сунны То есть сначала он сказал, что Сунна это Ислам А Ислам это Сунна, а мы разъяснили о том Что нельзя относиться Попустительно к Сунне Так вот, говорит, одним из вопросов Сунны Является Люзум Аль-Джама Обязательность придерживаться чего? Общины Обязательность находиться внутри Общины и не выходить за ее границей Понятно или нет? Что это понимается? То есть из Сунны имеется ввиду из Сунны Ваджива Которую нельзя оставлять То есть не из Сунна, не имеется ввиду желательную вещь оставаться в Джама Здесь имеется ввиду обязательную, которую если ты оставишь Ты станешь либо неверующим, либо нововведенцем Либо заблудшим, либо кем? Грешником и тому подобное Что касается понятия Аль-Джама То в арабском языке Джама это Коумун мучтамиун Это народ, который собрался вокруг чего-либо Или для чего-либо И здесь очень важный вопрос, который необходимо рассмотреть под этим пунктом Это Как понять то, что ты должен придерживаться общины Что значит должен придерживаться общины? То есть должен придерживаться Джама общины Тех людей, которые объединились вокруг истины Вокруг Кур'ана и Сунны Понятно или нет? Вот что означает Аль-Джама 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 Аль-Хак Ва-Ахлюху То есть Джама Это истина И те, которые придерживаются этой истины Так вот Не разрешено нам Собираться вокруг чего-либо Кроме Кур'ана и Сунны Почему? Потому что Ва-Ма-За-Ба'д-Аль-Хак Ил-Ла-Далал Так Что может быть после истины Кроме заблуждения То есть если ты Не собираешься вокруг Кур'ана и Сунны А собираешься вокруг чего-либо другого Это автоматически означает То, что ты собираешься вокруг заблуждения Понятно или нет? И приказано нам Собираться Объединять ряды Быть вместе Не разделяться Все это о чем? О том, что собираться нам приказано Вокруг Кур'ана и Сунны А не вокруг чего-либо Понятно или нет? Довод на это какой? То, что Всевышний сказал Уа-Атас ему Бихаблил-Ла-Хи-Джами-Ан Уа-Ла-Тафарраку Объединитесь или схватитесь Вокруг верфи Аллаха Или схватитесь За верфь Аллаха Вместе и не разделяйтесь Это к чему? К важному вопросу о том Что многие призывают К объединению К отсутствию разделения И говорят Не разделяйте общину Не разделяйтесь Нам нужно объединять ряды Быть едиными Быть вместе И тому подобное Мы говорим, что Всевышний Аллах Приказывает нам Быть едиными Вокруг Кур'ана и Сунны А не просто быть едиными То есть есть понятие Всевышний призывает нас К единству Всевышний призывает нас К единству Вокруг чего попало Или вокруг чего-то конкретного призывают нас к единству вокруг чего-то конкретного, вокруг Кур'ана и сунны в понимании кого из подвижников, а не просто вокруг чего-либо. Так или нет? Не просто к единству. То есть, если ты встретил джамма определенную группу мусульман, которые едины и не разногласят между собой, но едины они на чем? На заблуждение. Например, все они ашариты. Едины они на своей идеологии и не противоречат друг другу в ней. Или все они таблиговцы, или все они хавариджи. Так или нет? Ты пришел, и в твоем городе, например, община. Все они что? Едины, Машалла? Дружат, Машалла? И так далее. Но они дружат вокруг чего? Не вокруг истины, так или нет? Вокруг заблуждения. Так вот, это единство ты обязан поддерживать или обязан, наоборот, призывать их к другому единству? То есть, к разрушению этого единства и к создаванию другого единства вокруг Кур'ана и сунны. Ты обязан что? Ты не имеешь права оставлять их на этом единстве. Наоборот, ты должен разрушить это единство и вернуть их к другому единству. Понятно ли нет? К тому единству, которое строится вокруг Кур'ана и сунны. Поэтому, что разделяющим является не тот, который принес довод, так, или принес аят из Кур'ана и сунны, а разделяющим является тот, который противоречит этому доводу. Поэтому, если ты пришел к народу и призываешь их к чему-то, например, ты пришел в мечеть, и все они едины на том, что не говорят громко Амин, после того, как имам закончит чтение суры Фатиха. Все молчат. Или все они едины на том, что не поднимают палец во время Ташагуда, например. Или все они едины на том, что они не поднимают руки перед поясным поклоном, например. И тому подобное. Это единство или не единство? Единство. Всевышний разве не призвал нас к единству? И разве пророк, если не призвал нас к единству? Призвал. Однако вопрос, это единство, которое требуется Всевышним Аллахом и Посланникам, или это какое-то другое единство? Это какое-то другое единство, так или нет? Ты должен призвать их к другому единству, к единству вокруг Кур'ана и Сунны. И должен привести им хадис, сказать пророк с Аллахом, что сказал? Тот, который скажет Амин вместе с Амином имама, то просятся ему, или точнее что? Тот, кто скажет Амин, и его Амин совпадет с Амином Маляйка, ангелов, то ему просятся все его грехи. Ты принес что? Ты принес довод. Теперь община разделилась на две части. Половина приняла этот довод, а половина не приняла этот довод. И получилось, что? Получилось, когда имам говорит Уаля, Баалин, половина мечети говорят Амин, а половина молчат. И потом, что между ними происходит? Вражда. Одни говорят молчите, другие говорят, зачем молчать? Пророк нам приказал, что Амин говорит. Так или нет? Теперь вопрос, кто стал причиной разделения? Кто стал причиной разделения? Ты, который что призвал к Сунне? Или та половина, которая отказалась принять эту Сунну? Та половина, которая отказалась принять Сунну. Понятно или нет? А не ты. Как они тебе говорят, ты пришел и разделил нас. Мы до тебя были, мошала, на одном, но ты пришел и посеял здесь фитну. Говорят, ты фитнач, ты нас разделил. Правильно же, что? Что фитнач тот, который отказался принять довод. Потому что, если мы возьмем их логику, получается, что тот, который призывает к Сунне, разделил людей. А тот, который упорствует и не принимает Сунну и поступает в противоречие Сунне, тот объединяет людей. Так или нет? Это абсурд или это правда? Или это истина? Абсурд получается. То есть, что получается? Нововведение нас объединяет, а Сунна нас разделяет получается. Так или нет? Поэтому, что правильным нужно говорить, то что разъединил и принес, что разделение среди людей не тот, который принес довод, а тот, который отказался принять этот довод. Теперь вопрос, вторая ситуация. Десять человек в джама, например, в мечети, так? Ты принес им довод и все десять согласились с этим доводом. Все десять согласились с этим доводом. Так? Это вторая ситуация. К чему это привело? Твой довод? К тому, что все объединились, теперь уже вокруг истины. Благо это или не благо? Благо. Говоришь, что альхамду лиллах, так или нет. Теперь третья ситуация. Ты принес им довод, и никто его не принял. Все 10 человек продолжают молчать, и ты один говоришь амин, например. Или один призываешь их к этой сунне. Вопрос. Кто джамаа? Они джамаа или ты джамаа? Ты являешься джамаа. Ты являешься общиной, людзум которой, то есть придерживаться которой обязательно каждому мусульману. Понимаешь или нет? Почему? Потому что мы сказали, джамаа это брать не количество людей, и не большинство это джамаа. Понял, да? А джамаа это альхак ва ахлюху. Это истина, и те, которые придерживаются истины. Как говорили сподвижники, даже если ты один, ты джамаа. А все против тебя, или все не согласны с тобой, или что? В том смысле, что ты принес довод, они с тобой не соглашаются, тогда они не джамаа, а ты являешься джамаа. Понял или нет? Теперь приходит 12 человек, то есть 10 джамаа, ты 11, и приходит 12. Приходит мечеть. Кого он должен придерживаться? Этого? Этой общиной 10 человек, или тебя как джамаа? Потому что ты на истине. Он должен последствовать за тобой, а не за ними. Так или нет? Потому что с тобой довод, а с ними довода нет. С ними что? Муджаррат алькафра, то есть всего лишь большинство, которое объединилось не вокруг истины. Понятно или нет? Что означает? Фамина сунна люзум альджамаа. Одним из проявлений сунны, или из обязательных вещей, которые относятся к сунне, является что? Люзум альджамаа. Обязательность придерживаться общины. Что значит общины? Не означает большинство, или тех, кто в мечети, даже если они на заблуждении. Так или нет? Общины имеется ввиду придерживаться довода. Тот, который пришел с доводом, ты должен что? Относить себя к нему, и быть вместе с ним, и помогать ему, и поддерживать его. Понятно или нет? А те, которые выходят против довода, ты должен оставить их без поддержки. Не имеешь права поддерживать их, просто потому что их много, или просто потому что они твои родственники, или просто потому что они впервые пришли в мечеть, и тому подобное. Понятно или нет? Понятно. Это что касается слов имама Аль-Барбахари, фаминас-сунна люзум альджамаа. И сунны является придерживаться сунны. Значит, Зайд ибн Амр ибн Афейд он был джамаа, да? Зайд ибн Амр ибн Афейд был джамаа. То есть, кто такой Зайд ибн Амр ибн Афейд? Человек, который был на единобожии до прихода пророка салаллах алейсаляма. И говорил в свой стих, что я один, который на земле сегодня придерживается единобожия. И пророк про него что сказал? Юбасу джамаа, так или юбасу вахда. В судный день он будет воскрешен один-единственный, как умма. То есть, будет воскрешен один, как община целая. Понял или нет? Хотя в достоверности этого хадиса есть разногласия. Так, некоторые говорят достоверно, некоторые говорят, что слабый. И теперь последнее, что необходимо сегодня отметить. Теперь вопрос. Джамаат-таблих себя как называют? Джамаа. Джамаат-такфир себя как называют? Джамаа. Они же так говорят, джамаат-таблих. Джамаат, допустим, что джихат и, что точнее нам, джихат и хижра, так или нет? Джамаат-такфир, джамаат-такфир, джамаат-такфир. Они называются джамаа или нет? Это название правильно или нет? Это название правильно с точки зрения арабского языка. В смысле, что они каумн мучтамиун. Народ, собравшийся вокруг чего-либо. С этой стороны они джамаа. Поэтому ученые говорят про них джамаат-таблих. Но они означают, что они джамаа в том смысле, которое здесь говорит имам Аль-Барбахари, то, что ты должен относить себя к ним и быть вместе с ними. А какой довод на это? То, что пророк сказал, что сказал? Сатафтарику уммати. Аля саласину сад'ина фирка. Разделится моя община на 73 течения. А не сказал, сатафтамиу уммати. Соберется моя община на 73 течения. Так или нет? А сказал, разделится. Поэтому они не джамаа, они те, которые собирают общину. А они кто? Они фирак и ахзаб. Они течения и группы, которые наоборот разделяют общину. Поэтому они не являются джамаа, они те, которые откололись от довода, откололись от Корана и Сунны. Понятно ли нет? И каждый джамаа ли хасабе. То есть смотря по своему положению. Кто-то вышел из ислама, кто-то находится в исламе и является нововведенцем, кто-то совершает грех и тому подобное. Субханакаллаху, мабихамник. Шамаллаху, ла иллаху, ла илла, астагфираллаху, ла иллаху, ла иллаху.